Лыжные гонки Мужчины развернулись настоящие битвы Александр Большинов, Денис Спецов, Савелий Коростелев, Артем Мальцев, Иван Горбунов, Егор Митрошин, Иван Якимушкин и очень много сильных лыжников Ну и у девушек было непросто Елизавета Панкрина, Анастасия Фалеева, Алена Баранова И целый ряд известных лыжниц сражались за прохождение дальше Это большой лыжный репортаж Спринтерские гонки, особый накал страстей, разминка, подготовка к финальной стадии соревнований И яркие финиши Страсти, сломанные палки Тактические перестроения И лыжная позиционная борьба Все это на спринтерской дистанции Обязательно смотрите этот выпуск до конца Скидывайте ссылку друзьям, пускай они тоже знают, где смотреть лыжные гонки Ставьте лайк этому выпуску, в таком случае больше любителей лыжного спорта подключится к нашему каналу Пишите ваши комментарии, за кого болеете в спринте И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное Лыжные репортажи, интервью лучших спортсменов и тренеров Все это на моем канале Обязательно подпишитесь Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал А мы начинаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет, привет Привет, привет Прога финальной части составит 6 минут Отвертка лыж, электронные трансцендеры и закрепление покажут номера Здорово Привет, привет Электронные трансцендеры и закрепление покажут номера на правой уголе с правой стороны Субтитры сделал DimaTorzok Девушки выходят и готовятся к старту этой гонки Будем следить и наблюдать Квалификация была напряженной у мужчин и у девушек Борьба была ого-го Ну и сейчас финальная часть соревнований Плей-офф Вначале четвертьфиналы, затем полуфиналы Ну и, конечно, финальная баталия спортсменов В которой решится, кто же станет сегодня победителем среди девушек И кто же станет сегодня первым у мужчин В этом сезоне есть ряд изменений Сейчас спортсмены выйдут на старт Четвертьфинала И все, больше к лыжам прикасаться нельзя Это очень строгое, важное правило, которое, я думаю, все будут соблюдать А мы ждем Старт совсем скоро 10 секунд остается до начала финала спринта И на старт уже пригласили лыжниц И поехали, поехали, поехали Под первым номером здесь, в этом забеге Бежит Мария Истомина, которая одержала победу в квалификации Посмотрите, скорости у девушек сразу Сразу очень-очень хорошие Ну и болельщики поддерживают Это тоже очень важно Так, сейчас они убегают, девушки Туда, наверх, на подъемы Ну а мы бежим к финишному подъему Где будем следить за тем Как они будут проходить эту дистанцию Последний финишный подъем Мария Истомина под первым номером Лидирует И посмотрите, с каким преимуществом Очень уверенно идет Красава, красава, Маня, давай, 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 давай Оп, молодец Давай, 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 давай Ну и очевидно, что Мария Истомина проходит дальше Вопрос, кто будет под вторым номером здесь на финише Истомина выигрывает четвертьфинал первой Игнатьева под вторым номером Далее идет Ибрагимова, Хоботова, Трошина и Рычкова Ну конечно, разумеется, в системе спринтерской есть лаки-лузеры Посмотрим, кто же ими станет Возможно, кто-то из этого женского забега Ну а второй четвертьфинал Уже девчонки выходят на лыжню Готовятся к старту И совсем немного времени остается до начала их забега Судья соревнований пригласил участниц второго четвертьфинала на старт И поехали, поехали, поехали Второй четвертьфинал Спринт вершины Тео и Кубок России Тоже очень серьезный состав здесь Девчонки все сильные очень И посмотри, снег валит, это значит, что погодные условия совсем непростые И снег в вершине Тео валит Вчера накануне спринта много было снега, много осадков Постоянно, постоянно, постоянно И сегодня, посмотрите, тоже день соревнований А снега очень много И это, конечно, особая сложность для сервис-бригад Которые работают здесь без перерывов Чтобы у спортсменов все было как нужно Инвентарь Это большая и большая история, которая во многом решает Готовятся уже участницы третьего четвертьфинала Этого спринта к выходу У вас стартовый прямоугольник И маркируют лыжи, чтобы никто не имел возможности Подшаманить их Ставят метку на лыжах спортсменкам И появляются здесь на финишном подъеме спортсменки Посмотрите, здесь борьба идет, в том числе за первую позицию Напомню, что проходят две участницы с одного забега напрямую Ну и лаки лузеры, разумеется, тоже Здесь борьба-борьба за первую двойку Но уходят уверенно лидеры Хотя здесь, посмотрите, идет атака Еще прямая целая есть Возможно, получится у 24-го номера вклиниться В эту борьбу за проход дальше Смотрим И да, 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 там Рубилова до последних метров Идет, и что творит? 24-й номер Барановая Пантрина проходит напрямую Из второго четвертьфинала Здесь специальная стойка для лыж Должны спортсменки оставить в инвентарь Чтобы не было возможности унести его в потайную сервис-комнату Ну а здесь готовятся к старту Участницы третьего четвертьфинального забега И это третий четвертьфинал Стардан Смотрите, как бодро начинают спортсменки этот забег И борьба в самом разгаре Кажется, Анастасия Фалеева под шестым номером Занимает первую позицию на данный момент в этом забеге Но ждем их здесь, ближе к финишу Посмотрим, как пройдут Как пройдут эти разборки И посмотрите, как близко здесь все Фалеева под шестым номером По-прежнему лидирует Майя Якуина Номер 15 Старается вклиниться в эту борьбу И плотно, плотно все Давай, 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 работай Вы видите, что по очереди запускают девчонок В зависимости от того, насколько они успешно провели квалификационный забег Для того, чтобы те, кто быстрее были Могли выбрать, с какого коридора они хотят начинать эту гонку И стартовать На старт! Внимание! И четвертый, четвертьфинал Появляется на последнем подъеме На этом круге Девушки здесь, посмотрите, мне кажется, самый плотный по По Девушкам, которые борются за первое и второе место Забег Посмотрите, сразу четыре спортсменки Очень близко Екатерина Смирнова лидирует Дарья Непряева рядом Но и Алиса Жамбалова, например, по левой стороне тоже Атакуют сейчас Две девушки отваливаются Ну а там Четыре лидера Борются вполне равноправно за Первую двойку, проходящую дальше Сейчас узнаем, кто же из них Окажется успешнее Четвертый, четвертьфинал Финиширует и Смирнова Екатерина выигрывает его Непряева Дарья Занимает вторую позицию Они напрямую проходят дальше А Евгения Крупецкая Она сейчас значится Лаки Лузером Ну и Жамбалова Алиса из этого забега Кстати, тоже Лаки Лузеры Они сейчас на данный момент Но еще один забег Пятый Четвертьфинал И девчонки уже выходят На старт Спортсменки приглашены К стартовой Линии И поехали Поехал Пятый Четвертьфинал Посмотрим, что будет здесь Какая борьба развернется В этом забеге Ну и пока Девушки бегут Пятый По счету Четвертьфинал Уже первые мужчины Которые выйдут первыми на старт Среди мужиков Тоже проводят Финальное приготовление Разминку И готовятся выходить На дистанцию спринта Разминаются Мужики Мы видим Александр Большунов Артем Мальцев А здесь Уже появляются На последнем подъеме Девушки И тоже Рядом много идет спортсменок Четверка точно Но и здесь Отставание совсем минимальное Надо сказать Она Королева лидирует Республика Беларусь И в подъем этот Сбираются Девчонки Анна Королева выигрывает Пятый четвертьфинал И Анастасия Доценко Второй становится Ну а Лаки Лузеры остаются Такими же Из прошлого забега Третье и четвертое Место Соответственно Запинка Четвертьфинал у мужчин Ну и мощно Мощно Мужики начинают Несмотря на снег Который только усиливается Кажется Здесь В вершине Ничего Один из участников Этого Четверфинала Ну и лидер Квалификации Иван Горбунов Сломал палку И посмотрите Там Специалисты Быстрее туда бегут Чтобы палку успеть дать Потому что финишный подъем И как же Горбунов долетел До сюда До финиша С одной палкой И по-прежнему борется За прохождение Дальше В следующей стадии Вот это круто очень И посмотрите Мужиков Как плотно Все Иван Горбунов По левой стороне Не надевает Даже темляк Палки Просто нет времени На этой секунде Решая в спринте Борется Борется И вполне возможно Пройдет дальше Вот это круто Действительно В итоге Иван Горбунов Еще и вырвал Не надевает Даже палку И без палки Проехав Какую-то часть Трассы Дистанции Выигрывает Этот четвертьфинал И проходит дальше А за Балуев Сергей занимает Второе место И тоже напрямую Проходит В полуфинальную Часть соревнований И продолжаются На старт Участники Второго четвертьфинала Мужского Поехали 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 Старт По правой стороне Олимпийский чемпион Денис Спецов Начинает эту гонку И мужики Видите Плотно Плотно Они стартуют И бегут И финишируют Поэтому Следим с большим Интересом За этим Соревнованием Второй четвертьфинал Финишный подъем Денис Спецов И Сергей Волков Два лидера сейчас Но здесь Посмотрите По правой стороне Сергей Ардашев Начинает тоже Атаху свою И втроем сейчас Волков Ардашев Спецов Лидирует И борьба Там места Это напрямую Два А лидера Три Посмотрите Ардашев Кажется Вперед Все-таки Вырывается Отсюда Такое ощущение Складывается Стартовая 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 Ну а во втором Четвертьфинале Выигрывает Сергей Ардашев Который как раз По правой стороне Начинал Свою атаку Денис Спецов Занимает вторую позицию А Сергей Волков На третьем Месте По итогам Этого Забега Старт Старт Третьему Четвертьфиналу Дан И здесь Савелик Риселев Артем Мальцев Наверное Одни из Фаворитов Этого Забега Будем Наблюдать Затем Как он Сложится Для Известных Лыжников И появляются Спортсмены На финишном Подъеме Артем Мальцев С левой Стороны Лидирует Сейчас И Посмотрите На этот Финишный Подъем По правой Савелик Риселев Сейчас Начинает Атаку Тоже И плотно Плотно Идут Спортсмены Из третьего Четвертьфинала Напрямую Проходят Савелик Коростелев И Егор Митрошин Артем Мальцев Который Тоже Был Вот В этом Пилотоне Первых В голове Скажем так Группы Элис Фринтерской Он Занимает Третью Позицию Лаки Лузером Не значится Видимо Дальше Артем Мальцев Не Проходит Северной Дальше В milieu По hearth Похожденной Савелик Просто Атаку Москва Всех Скаг Володь Володь Не Я Володь 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 Прид Ну и следующий, четвертый по счету, четвертьфинал Готовятся спортсмены выходить на дистанцию Здесь Иван Якимушкин бежит, участвует в этом забеге И Александр Большунов Якимушкин перед стартом накануне делился, что состояние у него было тяжелое И в первой гонке Кубка России участия он не принимал Он сегодня решил выйти на дистанцию и побороться Ну и Александр Большунов под номером 2 сейчас на старте И начался, начался четвертый забег Поехали, поехали в борьбе Большунов, кстати, не так уж резко начинает, видимо не рвется он вперед А Якимушкин под номером 19 слева сейчас предпринимает попытку чуть побыстрее так обогнать, выйти, выбрать позицию И появляются, появляются спортсмены, подходят к... сюда подходят, в общем, к трибунам Александр Большунов под номером 2 лидирует сейчас Иван Якимушкин встает, по-моему, последним идет сейчас И Большунов уверенно Первые два спортсмена А Большунов оглядывается, видимо, не хочет лишние силы тратить Потому что, как известно, два спортсмена напрямую в любом случае проходят дальше В стадию полуфинальную И без особой интриги заканчивается четвертый, четверофинальный забег Ну и пятый, соответственно, готовится Из четвертого забега напрямую проходят Иван Безматерных и Александр Большунов Лакелузеров из этого забега нет Там третий филлер числится И Григорьев четвертым Но они дальше не проходят Пятый мужской забег Открыт Поехали в борьбу Атлеты И следим И посмотрите, четыре спортсмена отрываются Причем у них преимущество над пятым и шестым атлетом довольно серьезное И раздача идет Сцепляются друг за другом Но еще и снег валит здесь Поэтому, конечно, тоже дополнительный фактор Андрей Мельниченко пока лидирует Из пятого четверть финала проходят Илья Тригубов и Денис Филимонов Напрямую Лакелузеров Здесь А есть Лакелузеры Мельниченко, Андрей как раз тоже Он вытесняет предыдущих Счастливчиков И Родионов Тоже проходит Лакелузером Поэтому состав финала приблизительно Мы, вернее, полуфиналов Мы приблизительно понимаем А сейчас на старте Женские полуфиналы Здесь уже по-настоящему эмоциональная штука Полуфинал Потому что здесь уже собрались действительно сильные Отобрались Вот что значит сильные спортсмены И поехали, поехали, поехали Женский полуфинал Под первым номером Мария Истомина сейчас Начинает бодру эту гонку И следим за девушками Появляются девушки Подходят к стадиону Это полуфинал Женский, напоминаю Первый полуфинал И борьба за проход Во финальную стадию соревнований Мария Истомина лидирует сейчас Раз, два, раз, два Выезд, рук речь Поехали, поехали Давай, давай, давай Поехали 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 За борды не выходим Забирают свои лыжи, участницы второго полуфинального забега. А в первом выходит напрямую Елизавета Пантрина и Алена Баранова. Шестой, восьмой, двадцать девятый. На старт приглашены участницы второго полуфинала и старт дан. Снег валит, валит снег и усиливается, будто специально под финалы. Ушли спортсменки на дистанцию, ждем их здесь, на финише. И на финише, на финише, на финише сейчас второй полуфинал. Анастасия Фалеева выигрывает второй полуфинал. Анна Королева из Республики Беларусь становится второй. То есть они напрямую проходят дальше. Ну и Дарья Непряева и Екатерина Смирнова занимают третью и четвертую позицию соответственно. Сейчас посмотрим по времени. Судьи должны провести аналитику и решить, увидеть по секундам, по результатам, кто же пройдет в финальную часть в статусе Лаки Лозера. Истардан. Первый полуфинальный забег у мужчин. Мужики убежали, а здесь появилась информация по Лаки Лузерам. Среди девушек кто же проходит в финал в статусе Счастливчика. Мария Истомина и Новикова проходят в финальный забег у девушек. Иван Горбунов и Савелий Короселев сейчас лидируют. За ними рядом Сергей Ардашев. Близко тоже и... Посмотрите, Ардашев по левой стороне ускорения выдает. Протяжку неплохую. Интересно, вот результаты итоговые. Иван Горбунов, конечно, выдает сегодня очень классный спринт и без палки. Вспомните, как он финишировал и сейчас. Тоже очень мощный. Ардашев на финише тоже очень хорош. Сегодня именно они вдвоем, Горбунов и Ардашев, проходят дальше напрямую. Первое и второе место оставили Краселев и Денис Спецов. Пока, значит, на третьей-четвертой позиции. Я думал, я не догоню уже. Блядь. Так ты их отпускаешь, короче. А я там тренирую. Мне тяжело, я не буду... Я думал, что делать? На стартовой позиции. Второй полуфинал. И поехали. Стардан. По левой стороне Андрей Милищенко. Александр Бульснов тоже здесь под номером два. И... Началась. Началась эта гонка. Борьба за выход в финальную стадию соревнований. И сквозь снежную бурю прорываются атлеты. Александр Большунов под номером два. Выходит лидером сейчас. Симфония лыжного спорта. Вы сейчас ее слышите. И впереди финалы. Девушки и мужчины будут бороться за статус победителей и призеров. Ну а впереди финальная стадия соревнований. Именно сейчас решится, кто же станет победителем, а кто займет второе и третье место соответственно. Все самое жаркое впереди. Чтобы не пропустить все это, обязательно подпишитесь на мой канал. И уже в следующем выпуске вы увидите финалы мужчин и девушек. Спринт, Вершина Теои, Кубок России. Все самое интересное в следующем выпуске. Обязательно зовите друзей. И подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайк, чтобы больше любителей лыжного спорта подключилось к нашим репортажам. И пишите ваши комментарии, за кого вы будете болеть во финалах у мужчин и у девушек. Не пропустите. Подписывайтесь. Всего вам доброго. Увидимся совсем скоро. Ждем выпуск с финалов спринта. Увидимся. Всего вам доброго. Пока.